Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар. Правильный понедельник, причем в ходе этого вебинара мы обсудим ту тему, которая наберет больше всего голосов в нашем Telegram-канале. Буквально после этого эфира мы запустим голосование. Я предложу несколько тем на выбор. Та, которая, преклянется вам больше всего, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому буду рад вас всех сегодня увидеть в 15.00, еще раз повторяю, по московскому времени. Будет также возможность задать вопрос по тому инструменту, который вас интересует, непосредственно в прямом эфире. Ну что ж, друзья, что касается ключевых отчетов этой недели. Точно неделя будет гораздо интереснее, чем прошлая, потому что количество релизов, которые заготовлены на повестке экономического календаря, позволяют нам рассуждать в таком ключе и готовиться к очень серьезным движениям. Особый акцент я хочу сделать на американскую статистику по инфляции. Это релиз, который напрямую повлияет на действия американского регулятора, которые связаны с ключевой процентной ставкой. Это та статистика, которая точно станет и сночником повышенной волатильности доллара, золота, рынка облигаций и фондовых активов тоже. Поэтому каким бы инструментом вы бы сейчас не увлекались, скажем так, вы должны понимать, что в эту среду будет фундаментальная бомба, которой нужно готовиться, нужно заранее принимать какую-то позицию по рискам. Ни в коем случае не забывайте про основные правила риск-менеджмента и про то, что обязательно необходимо выставлять в уровне до 100%. Но если хронологически пробежаться по главным отчетам этой недели, завтра ждем данные по рынку труда Англии и индекс цен производителей в США. В среду, как я уже отметил, важнейший релиз – это данные по инфляции в США, но до открытия американской сессии нашему вниманию также будет представлена еще статистика из Англии. Аналогичный отчет по инфляции, по британской экономике еще будут данные по темпу экономического роста еврозоны. В четверг промышленное производство Китая, поэтому этот релиз будет иметь чуть ли не судьбоносное влияние на рынок нефти, потому что очень долгое время на нефтяной, скажем, секции присутствовала идея того, что ослабление темпов роста китайской и американской экономик могут остаться основными якорями для бренда я придерживаюсь этой точки зрения по-прежнему. Поэтому думаю, что если в этот четверг мы получим слабые данные по промышленному производству Китая, станет очевидно то, что негативный фон на рынке нефти останется превалирующим. Поэтому бренд, как и раньше, будет настроен, нацелен на то, чтобы впоследствии снизиться в районе 75 долларов за баррель. Также в четверг еще будут данные по ВВП Англии и роничным продажам США. И в пятницу еще один отчет по английской экономике – роничные продажи. То есть буквально с завтрашнего дня нас ожидает очень много релизов из-за Великобритании. Я предлагаю в этой связи добавить фунт в наш локальный инвестпортфель и рассматривать его, может быть, более тщательный, попробовать найти хорошую точку входа для оппозиции и сопровождать эту сделку с учетом тех релизов, которые нас ожидают. Ну а пока индекс доллара 103 пункта. Особо картина не изменилась на прошлой неделе из-за релизов. Точнее, из последних сессий прошлой недели можно выделить релиз по привычным заявкам на пособие по безработице. Но отчет так себе, общее количество обращений составило 233 тысячи. Это один из самых худших показателей за довольно продолжительный период времени, особенно если оцениваете медианное среднее значение. И, собственно, когда эта статистика вышла, мы ее анализировали в пятницу, я подсветил, что после проваливания фармперл слабые данные по первичным заявкам на пособие по безработице являются еще одним индикативом, указывающим на действительно проблемы с американским рынком труда. Тему рынка труда предлагаю оставить сейчас в покое, потому что мы уже получили достаточно убедительное доказательство того, что там все плохо. Нужно фокусироваться уже на том, что впереди, а это данные по инфляции. И здесь тоже ожидается, друзья, то, что индекс потребительских цен продолжит снижение уже четвертый месяц подряд. По прогнозам, в данном выражении, индекс потребительских цен может скорректироваться с 3 до 2,9%. Я абсолютно разделяю такую же точку зрения, поэтому думаю, то, что если положиться на нормальный фундаментальный фон и нормальную реакцию рынка на те условия, которые формируются, слабость рынка труда США в копии со замедлением инфляции доказывает то, что экономика нуждается в монетарном стимулировании или, по крайней мере, уже созрела для того, чтобы ФРС начал корректировать ключевую процентную ставку. Все еще сентябрь, все еще вероятность снижения ставки сразу на 50 байсных пунктов. Мы придерживаемся этой точки зрения. Также для разнообразия оценки общего фундамента хочу добавить еще комментарий чиновников американского регулятора. Долгое время мы их не касались, потому что не было каких-то весомых заявлений. Но сейчас у нас формируется прям коалиция из представителей ФРС Баркин, Гулсби и Шмидт, которые поддерживают идею того, что нужно смельчать экономическую политику и готовы голосовать за то, чтобы это решение было принято. Я думаю, то, что этот фундамент тоже игнорировать не стоит. По сути, это еще один аргумент в пользу нашего с вами прогноза того, что доллар нужно шортить, потому что грядет очень масштабное смельчение национальной монетарной политики. Золото в этой связи, я думаю, вы сами можете сделать вывод, если такой прогноз по доллару и четкое понимание того, что смельчение экономической политики определенным образом повлияет на долговой рынок США, у золота все еще потенциал для развития восходящей динамики. Мы придерживались этих позиций длин еще на прошлой неделе, когда золото снова вернулся в район 2-4-100 долларов за тройс-консул. Я по-прежнему за лонги и также по-прежнему ожидаю 2-500 и, возможно, даже выше. Европейская валюта против доллара 1.09.13. В конце прошлой недели у нас была возможность проанализировать данные по индексу потребительских цен Германии, и мы увидели рост показателя с 2,2 до 2,3%. И я также предположил, что если мы видим подобную статистику по ведущей экономике ЕС, то логически рассуждаем, можно предположить, что и в рамках всего валютного блока тоже будет зафиксирован прирост. И это то самое фундаментальное новостное обстоятельство, которое может отложить решение Европейского Центрального Банка, продолжив смягчение национальной монетарной политики. В этом тоже можно увидеть основу для развития длинных позиций. Но это, наверное, такой слишком объемный новостной фон, может быть, краткосрочный, его вряд ли удастся прикрутить к тому, что произойдет с курсом евро. Но на краткосрочной тенденции и перспективе я думаю, что определяющим фактором, как и раньше, будет доллар. И здесь я снова обращаю ваше внимание, что слабость американской валюты должна поддержать позиции рисковых инструментов. И цели по евро-доллару 1.10 и выше. Доллар е на 147.20 за идею дальнейшего снижения и задействия Банка Японии. На фоне протоколов последнего седания Банка Японии, где все-таки были очевидные сигналы того, что части чиновников японского регулятора поддерживают идею того, что нужно повышать ставку и дальше, и постараться довести ее до 1%, как до уровня, который является нейтральным, чтобы определенным образом влиять на инфляционные составляющие в экономике. Мы знаем о проблемах с инфляцией в Японии, и если планы японского регулятора не изменятся, то долгосрочно и даже среднесрочно мы непременно увидим развитие дальнейшего медвежьего района, на что я обращаю ваше внимание. По другим финансовым активам доллар-канадец. Пара, за которой мы следим, тоже довольно давно. 1.3740 текущей котировки. Учитывая, что в пятницу вышел провальный отчет по канадскому рынку труда, я предлагаю эту сделку, эту позицию с ориентиром на рост все же удерживать и дальше. Потому что картина не то, чтобы не изменились, она стала более доказывающей или подтверждающей то, что канадский доллар рискует остаться в числе аутсайдеров. Даже большим аутсайдером, чем американский доллар, если еще и добавить сюда потенциал снижения рынка нефти. Цель 1.40, долгосрочная перспектива, очень серьезный ориентир, но все-таки в такой ситуации, я думаю, что нужно мыслить амбициозно. И рынок нефти 75.75, идея снижения в районе 75 остается актуальной. Большую ставку делаю на данные по промышленному производству Китая, которые выйдут в четверг, ожидают слабую статистику и то, что это те данные, которые смогут убедить продавцов навалиться на этот инструмент и подтащить котировки поближе к нашему целевому ориентиру. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!